Доброго ранку! У нас сегодня просто обалденное утро! Я вышла на свое кресло на крыльце, пить чай. Свежесть. Сегодня хороший день, без дождя просто прохладно, приятный день. Завтрак на крыльце. Вечерок, прохлада. Осень, осень, осень. Мы в машине, мы в машине с Чулетт. У нее книжечка. Проверила я сегодня почту, которая у меня насобиралась за последние недели. И увидела, что Анжелика получила новую банковскую карточку. Я решила, что это такая прекрасная причина, спонтанненько так все бросить и поехать к ней в гости. Я ей позвонила, говорю, ты работаешь? Нет, не работаю. Я говорю, ну, мы к тебе приедем. Говорит, ой, ну мы сейчас как бы стирку делаем, надо прибраться. Я говорю, ну, говорю, еще не скоро, я еще ванну приму туда-сюда. Ну, у нас это уже без десяти три. Мы едем к Анжелике и Эрике. Но тоже, я как бы, уже выбежали мы. Как бы, уже сели в машину, машину завели. Я думаю, нет, надо взять оленину. Потому что в прошлый раз, когда Эрике у нас был, он хотел оленину. Я говорю, у меня куча, мне говорю, наш гид дал, когда мы рыбачили. И забыли они. Так что, везу оленину. Уже опять машину завели. Уже едем. Я вспоминаю, что главная причина, что мы туда едем, это новая банковская карточка, которую я оставила около двери. И не взяла с собой, не вернулась. Забрала карточку. Сейчас мы останавливаемся около Сэмсклуба. Купим себе по-сосиски. И долью бензин. И едем. Погода. Это реально такой день. Только путешествовать. По гостям ходить. Ну, можно еще куда-нибудь выехать. Я даже не знаю, какой у нас план. Ну, люди спонтанные. А кто там такой красивый? А кто там такой красивый мальчик? Привет, бабушка здесь. О май гуд. О май гуд. Пошел вынюхивать. Пошел вынюхивать. Я в новой юбке. Ему так понравилось. Ой, Кузичка, да? Ну, ты боишься, бабушка. Не бойся, сладкий. К мамке, да? Ну, иди к мамке. Здесь, видите, у него место, где он лицезреет в окошко. Ой, что там мама получила? Что там мама получила? Ага. О май гуд. Гуська. Сладкий. Ой, че, 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 че. Снимай. Хочу. А тут, тут. Идазом. Хочу. А он такие. О ля ля. Ой, сладилка. Какой красивый. Ой, ты бя тут кормия. Ой, ты бя, тут гормия. Ой, ты бя кормия. О, ты бя кормия. Да. Он любит тебе дабы. Какой. Ты бочечки. Ой, какые жди. А ну, запрынни. Он не маленький. Это он бомбленький? Он не может waxать? Нет, он не может. Он просто лидер. Он не может смешать. Он не может вернуться с его кода? Нет. Ну, он будет являться, когда он удастся дома, но мы ходим. Хочу уметь, когда мы прием. Очень пустяки. Ой, мама покормила маму. Ой, какой халёсик мальчик. Молодец. Ой, молодец. Ой, молодец. Ой, такой сладкий. Анжелика купила новую посуду, у неё подработка была. И мы еще есть большие бульки. И я имею в виду паста бульки. Она готова к подпространению? Он играет с ней, но он просто играет с ней. Мы должны купить ему новую. Это для моего рома. Он любит играть с ней. Он любит, что он маленький. О, боже! Вау, ты такой маленький парень! Ты такой маленький парень! Ой, бузи-бузи. Он очень красивый. Он очень красивый. О, вау! Мы также имеем эти муси. Он любит гулять. Мы решили прогуляться. Анжелика нам покажет территорию университета. В этом университете я еще не гуляла. Так что поехали с нами. Не поехали, а пошли. Это все пешком здесь. Погода отличная для прогулок. Пошли. Воскресенье пустовато. Мало гуляющих. Воскресенье люди уже обычно релаксуют и готовятся к рабочей неделе. Это очень спокойно. Да. Погода очень спокойно, да? О, да. Территорию университета. Парк. Там здание. Старая пожарная станция здесь была. Какая лавка. Какая лавка неудобная. В память о классе 19-12. То есть видно сделанное или купленное имя, не знаю. Старинное здание. Старинное здание. Здесь для... Университет означает, что люди, которые хороши? Помнишь, когда мы были в ОУ, и это было очень красивое здание? Это было университет. Ну, короче, для самых умных. Для самых умных это их здание. Университет? Да, это в Кеннеке. Она была в Кеннеке, это замечательно. Анжелика говорит, что когда... Если вдруг снег идет, они здесь гуляют с реки. Даже если я не в школе здесь, я почти чувствую, как я студент. Ага. Но я не хочу пойти в класс. Ты почти взрослая. Я знаю. Я... Особенно работа... Ну, работа для ОСУ — это прекрасно. Они платят очень хорошо. И они чувствуют их работа как... Это хорошо. Анжелика на данный момент работает для университета во время футбольных игр. Вчера, говорит, много людей было, потому что футбольная игра была здесь. Во время футбольного сезона она работает на ней. Говорит, что очень хорошо относятся к их работам здесь. Это ОСУ — Оклахома State University. Я до этого вам показывала ОСУ — Оклахома University. Это Оклахома штатный университет. Город Стилуатер. И работает где-то там. Там... Окей. Мы можем идти. Ты хочешь идти сначала? Да, конечно. Окей. Сейчас посмотрим работу Рики. Работает... В студенческом союзе. В Чикфиле, по-моему. В Чикфиле? Да. Окей. Здесь студенты обычно ходят, перекусывают. Тут разный выбор ресторана, еды. Я, наверное, против солнца. Вам, наверное, ничего не видно. Видите, здесь такой сквер, площадка. Столы можно есть внутри или снаружи. Потом Анжелика покажет, где она работает. Она работает около стадиона. Там сдают комнаты для людей, кто приезжает на футбольные игры. Мериканский футбол — это очень пик дело. Особенно колледжный. Профессиональный — это ещё больше. Но у нас профессиональной команды нет. В Оклахоме есть студенты. Это очень обычно популярно у американцев. Сейчас всё закрыто, потому что воскресенье. Коффе. Здесь одежда университетская. Короче, поддержка университета. Маленький магазин для студентов. Там ковши продавали. Сейчас всё закрыто. Здесь какая-то итальянская. Mambo Italian. Большая территория с разным выбором еды. Маленькой. У нас есть тени пельта. Там шейки. Там шейки здоровые. У нас есть шейки. Ага, а вот работа Рики. А кто работает? Работа Рики здесь, он здесь супервайзер. Как говорит Анжелика, он говорит людям что делали. Вот. Босс. Небольшой. Какой сад красивый. Ой, класс. Солнечная очень. Красиво здесь. Прикольное здание. А Ю был, когда я вас когда-то возила в Аю, на Клахома университет. Красиво, это тоже неплохой. Много интересных деталей. Рики позвонила в библиотеку, после гимнастического зала пойдет. Учница там, что, наверное, не застану его. Передавал привет. Мы его не дождались. Здесь будет фратернити-домик. Вот это библиотека. Анжелика говорит, я не хочу прям туда идти, там фонтан. Когда игры... Называется такая игра Homecoming. Когда играют в футбол здесь, на территории университета, раз в году, и они окрашивают этот фонтан в оранжевый цвет, потому что это цвета, это цвета этого университета. Вот эти кустик подрезан в форме шляпы ковбойской, потому что маскат, который представляет этот университет, это ковбой. Отличная погода. Отличный день как раз для прогулки по территории университета. Блин, это солнце сзади меня. У меня не видно, да. Этот фонтан они окрашивают в оранжевый цвет на Homecoming. Не хотели доходить и дошли. Все равно дошли. ОСЮ. ОСЮ. Вот в этом кемпусе, это где Рики учится. Здесь в основном проходят классы для инженеров будущих. И это как раз та сфера, в которой Вики. Поэтому она экстра год учится. Это стадион? А это снаружи стадиона. Ага. Самый высший этаж, это там, где работает Анжелика. Там комнаты снимают для людей, которые приезжают на игры. И она там как хостес. Как это сказать? Ну короче, она им помогает. Если что им надо, она им дает. Мне только что сказали, какой мама дебил. Короче, я почему-то думала, что там комнаты, где можно, блин, ночевать, а потом на игру. Короче, это херня. Фолс информация. Это неправильная информация. То, что от Марины исходит. Свит – это те комнаты, с которых удобные комнаты, с которых можно сидеть там, релаксовать, кушать, пить напитки и смотреть футбол. Никто там не спит. Я почему-то думала, что это гостиничные номера. Я говорю, мама, ты чё? И говорит, например, на сезон. Это только футбол сезон 50,000? Да, это где начинается, потому что там большие сезоны. Вау. И начальная цена для меньших вот таких комнаток на сезон футбольный? Они также имеют сезоны для баскетбол. В общем, это начинается от 50,000. Это только начальная цена. Больше свит, больше комната для этого обзора стоит ещё больше. Так что просто даём знать, до какой степени это популярно здесь, что люди готовы тратить такие деньги, чтобы просто смотреть футбольные игры местного колледжа. Короче, мы побродили по кемпусу университета и решили пойти на улицу их около дома в кафе мороженое поесть. И там мой телефон резко просто сдох. Так что сейчас мы на зарядке в машине, мы уже едем домой. Рикки быстренько подъехал к нам, когда мы выходили, чтобы сказать привет и пока. В общем, было очень приятно его увидеть. Он поехал учить уроки после этого. Так что мы попрощались и уже едем домой. Так что, такие вот дела. Потому что Габриэл уже звонит, он... А вы когда приедете? А туда-сюда? Ну ладно, плюс мне надо творог делать. У меня уже творог там ждёт, чтобы духовку ставить. Едем домой. Рынкован не хочет принять. Он пришёл, пришёл. Чтобы испроверять, горячая вода или нет. А ты что? Ты тоже пришёл? У тебя тоже будет проверка? Какие смешные! Следующее утро. Утро хладненько так. Вышло прям. У-у-у, красота. Едем в школу. А я буду закрывать предыдущий влог. Огромное спасибо за просмотр, ваш поддержку, комментарии, лайки, подписку. И просмотр рекламы. Я желаю мира, победы, свободы в Украине. Спокойной ночи. До новых встреч. Пока. 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 Пока.